С детства я писал, всегда мечтал о том, чтобы опубликоваться, занимался профессиональной журналистикой. Но не думал, когда стал священником, Бог даст мне приехать на святую гору Афон. Я только что вернулся оттуда, буквально неделю назад, и опять мне туда хочется, прости матушка. Потому что Афон совсем другой мир, он доступный пока только мужчинам, чтобы женщины у нас от этого не страдали, поэтому Владыка Ивона благословил в очередную мою поездку написать книгу. Сам придумал Владыка Ивона название «Моя рыбалка на Афоне», хотя действительно я ехал туда на одно лишь единственное послушание – ловить рыбу. Мне очень хотелось, потому что я понимал, что братья трудятся так серьезно и тяжело, что я не способен к такому труду, как они, особенно в Дахиане, с утра до вечера таскать камни. Строят церковь за церковью, каждый год по одной-две церкви на самой горе Афон. Но все-таки я увидел последнюю поездку перед написанием книги, я увидел катер около Дахиара монастыря, Дахиар, любимого монастыря нашего Ольевского монастыря, все, кто там бывает, вот такие Оль. И вдруг увидел кремовый катер, сети, и вот у меня такая мысль, попрошусь на послушание, чтобы помогать брать и ловить рыбу. Все говорили, никто тебе не благостоит, вдруг Геронто Игумен, настоятель монастыря, считается, называется, и он вдруг вечером, когда мы всех, глядя, благосставляют, приезжай на сколько хочешь, да. То есть я примчался в Киев, в Владокеоне, говорю, хочу, он говорит, езжай на сколько хочешь тоже, хоть на три недели езжай, на четыре, езжай, вот. И так получилось все это, конечно, неожиданно, удивительно. А перед этим я вообще-то прошел холофоном пешком за неделю, я, боже, мать, как-то до этого мы приезжали человек 40 на Афон. Мне эта поездка, честно говоря, очень тяжелая была, потому что когда много народу, я вообще хотел одному погулять. Вот, когда я приехал один, вот, меня, друзья, в самом деле всем необходимым, и это, конечно, самое вот такое замечательное полумячество, когда ты идешь с язычком за плечами, за дня в день по горам Афонским, из кельи в келью, из монастыря в монастырь, когда ты один. Это трудно передать, я думаю, что мне не удалось в этой книге передать, но вот сейчас я вернулся как раз и с очередной экспедиции, потому что я из богостроведного написал новую книгу, называется «Открывение Афона». Задумывался, как мои беседы с игуменами, но получается все так, как благословляет Божья Матерь на Афоне. Ты а на Афоне отъедешь со своими планами и будешь готов к тому, что все переменится, и все всегда будет к лучшему, но все это будет по-другому, не как ты думал, а как задумывал. То есть последняя поездка Творжества Николая, во-первых, священником, была удивительная, интереснейшая. Впервые мы были у старца Гавриила, корейского, такой уже старенький, больной, весь такой, еле ходит, еле вот встреча с ним удивительно. Знаете, когда идешь, идешь в Келью к старцу, я, честно говоря, немножко боюсь к старцам ходить, потому что с ними надо говорить, ну, надо проблема перевода, а во-вторых, надо что-то еще и спрашивать, а если спросит благословение, его надо исполнить, да, то есть на что-то, поэтому здесь все тоже, вот это все вокруг того, как мы относимся к чудесам, к старцам, и все к ним почему-то стремятся, не понимая, что это большая ответственность не его, а, в первую очередь, нас по отношению к исполнению его воли, а значит, исполнению воли Божьей. И она может быть разной, но мы к этому не готовы, поэтому на фоне посуду проявляется. И вот мы подошли, керейка такая стоит, наверное, на полянке, маленький домик небольшой, там продается, ну, не продается, конечно же, просто лукум большой такой коробки, водичка, купили, посидели, думаем, никого нет, вдруг там какой-то волос из дверей, там, что-то на гречке, я в эту дверь, а там как раз старец подскакивает, там больная мышка, перебинтованная, себя в свою комнатку, бам, лег, диванчик такой маленький, вот, и сразу мы к ним подходим, он там обнимает, целует, мы там говорим, кто он, в общем-то, потрясающе, конечно. Состояние, не хотелось бы уходить, потом у Паиси в Стоконцевой, в общем-то, я был уже десятый раз на фоне, но, опять же, столько увидел нового, что, думаю, и в следующий раз, и в следующие разы, сколько Бог даст мне ехать, потому что, в принципе, надо и дальше писать, и эту книгу еще, и смысл очень интересный. Раз уж Божья Матерь благословила, я, честно говоря, очень удивлен, со слезами, что мне вот такая радость величайшая, что люди там вот никогда не бывали, а многие священники и не мечтают даже про это. А здесь вот так вот складывается, что я, конечно, этому рад. Я постараюсь сделать все, чтобы, во-первых, эта книга... Здесь фотографии Владыки Ирона, и мои фотографии какие-то небольшие, и, в общем-то, это такой, мне кажется, легкий рассказ о том, как живут, как живет братья Вольна Стрель, Бехиар, и я надеюсь, что мне удалось передать эту радость все-таки. К сожалению, книги все закончились, кстати, уже сейчас тираж настоящий для Лепот, я думаю, что они будут и в Лавре, и в Вольнаском продаваться книги, второй тираж, и в Рыбалка на Афоне, и у меня цепь, и там, и везде по цепям будет. Поэтому сегодня расскажу книгу, о планах уже поделился, нахвастался, чего гонитаре, что не знаю. Вот, это про Афон, потому что любовь к нему Афону не передавает мне просто. Женщинам там тоже можно посмотреть на Афон, там некоторые священники приезжают с женами, с семьями, они живут, с семьей и жены в Воронополисе, в городишке, от которого отправляется паром дальше на Афон, вот, и корабль, который возят женщин вдоль, на расстоянии 500 метров, и там даже выносит мужчина, чтобы никого не обидеть, называется Бабовоз. Но это так в народе, поэтому, да, это вот он идет, и все знают, что эти корабли, как женщины, они смотрят, залегают бинокль, за монастырями, и так назвали их. Книгу из монастыря, особенно на Афонопеда, мощи вывозят туда на катерках, и женщины могут приложиться к святынкам разом, так что, в принципе, тоже, ну, так получилось. Это не унижение вас, это с таким, с хорошим юмором называется, так все. Вот, и я все-таки надеюсь, кстати, если говорить про остальные книги, то я думаю, что они тоже направлены больше для нашей женской половины, потому что мужики у нас более упрямые, более самоуверенные, думающие, что они тоже все знают уже. Вот, а женщины у нас милые, терпеливые, смиренные, вот, переносят все недостатки литературы, вот, и хвалят. Что очень, с одной стороны, приятно, с другой стороны, конечно, вызывает высокое ответственность за то, что Бог дал за столько лет. Я говорил, что я много писал, я очень люблю классическую литературу, и мне очень тяжело перебивать глубокие мысли Чехова, Лескова, Достоевского и других авторов, которых я, там, с 15 лет перечитал все, что было, до 15 лет, точнее, да, родители нам оставили, и заставили, да, доставили. До поступления в Суворовск я на все перечитал всю классическую литературу, включая «Войну и мир», и там, в общем, все. Такое, к счастью было. Потом у меня 2 года в Суворовск не мог книги уроки читать, у меня были неинтересны, тратимы и все прочее. Ну, сами-то, когда переедешься, все, да. Вот, поэтому, и, конечно же, задумкам этим книгам, они вышли вот сейчас, буквально в этом году, потому что у меня друзья просто сказали, печатайся, все нормально, сейчас такое читают, и так далее, и так далее. Потому что я люблю, всегда любил детективы, и всякие разные, вот, и поэтому одна книга, если мне на весь так называют, детективный поезд, но я ее переименую в следующем издательстве, остросюжетный поезд, как и последняя книга «Потеряный мир», это тоже остросюжетный поезд. Там много, что много говорится, накручено вокруг судеб и героев, они попадают в очень сложные всякие ситуации, «Потеряный мир». Но главное, две вещи, я пытаюсь в книгах своих, чтобы они были интересны, понятны и полезны. Первое, показать любовь Бога к людям в первую очередь, потому что мы столько творим безобразие в нашей жизни, что удивляешься его долготерпением. И, в общем-то, многое чего мы делаем, то, чего не хотим, но, в общем-то, Господь бережет нас, мы это видим по нашей жизни, и вот, как бы, куда бы он ни попадали, какие-то переделки жизненные, с его помощью мы всегда выходим победителями и укрепляем все вере своей. А второе, хочется, чтобы был положительный герой, которого так не хватает. Я еще и с тех советских времен, я, понимаешь, что Павлик Морозов и Корчагин не мои герои, но они в этом смысле были положительными героями, для какой-то аудитории, для того времени. Когда сегодня отрицательные герои превращаются в положительные, и все плохое, то, что с ними связано, возносятся в ранг добродетелей, в кавычках, да, то есть вот так живи, плохо живи, неправильно живи, так вот так, в грехах живи, и ты герой, и пускай тебя все подражают. Вот это меня очень волнует, я не ретроград, я люблю молодежь, сам был балбесом, поэтому, хотя меня суворовская военная немножко так, не дали там развиться так, ну, как и ребят, семинария не дают, там, супа пугулят, вот, хотя они и пытаются. Поэтому вот положительный герой, обязательно хитпи-энд, обязательно хорошее какое-то, но далеко там до конца, очень интересно пишешь, когда герои над тобой издеваются, на самом деле, когда ты пишешь, в общем, то есть сюжетный сюжет и меняется, и они, в принципе, диктуют свою волю, то есть идешь за ними, след за ними, и, в общем, самому интересно получается, и сам до конца не знаешь, чем это закончится. А если не знают сами читатели, то это самое главное для писателя, когда невозможно догадаться, о чем там, чем закончится, когда там одна или другая, третья история. Поэтому все наши нормальные, положительные герои, я надеюсь, там, и в дальнейшем, также Бог даст такие же осторожные вещи писать, вот, поэтому, надеюсь, что, вы знаете, можно было бы сжигать все тиражи, если бы он не понравился книгу моей матушке. Она у меня, человек такой, она много читает, и очень все критично, особенно к отношению ко мне. Ну, что бы, такие же у нас одна, вот, мужа, мужа так строго относится, я не знаю, может, у меня такая жена, вот, она очень строго все оценивает, все, что я делаю, и когда она прочитала, там, первую книгу, обняла, поцеловала, сказала, все хорошо, тогда я сам чуть не заплапал, понимаете, можно жить, писать, и все нормально. Если бы сказала все, то можно было сжечь, я чернуюки не показывал, выпусывал, и вот, тогда можно было все сжигать сразу, никому больше не показывать, поэтому, любое расставление тоже есть, и, в общем-то, я не очень умею, там, презентовать, не так часто это бывает, я все время до сих пор скесняюсь, потому что, вот, жду отзывов, поэтому, если вы будете читать книгу, очень важны мне отзывы, как старому, молодому писателю, вот, потому что, да, мне очень важно, чтобы, прочитав, вы зашли на сайт, там, у меня и сайт даже, там, какой-то ребята сделали, Александр Акулов, Александр Акулов, там, инфо, и, представительству отзывы, отрицательно я не принимаю, у меня какой характер, поэтому, я могу, я могу, вот, не смириться, перед этим, поэтому, всех вычеркиваю, вот, ну, это, конечно, шутка, поэтому, вы пишите, смело, делитесь, с другими людьми, если уж действительно получилось, говорят, мне хотелось бы, чтобы эти книги почесало побольше людей, раз так сложилось, раз так получило, раз Бог так благословил, и так относятся, вот, к творчеству, вот такому, поэтому, я рад, что есть хорошие, серьезные перспективы, интересные задумки на остальные книги, и про Афон, и какие-то исторические темы, на многие годы, сколько Бог даст мне жизни, поэтому будем трудиться, я считаю, что каждый из нас, и вот, еще закончу тем, что, в жизни столько происходит у каждого из нас, чудеса, 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 и, кстати, я обратился через Facebook, через Facebook, для создания книги совместными усилами, она называется книгой под названием «Предвиденная история», есть слово «непредвиденная», а это «предвиденная история», то есть, особенно, есть две категории людей, на моем пути встречались, отца Лаврентия и вас тоже, в том числе, наверное, которые много лет назад отрицали Бога, будучи богатыми, обеспеченными, счастливыми, веселыми, потом встречающие много лет, несчастного, больного, без денег, без семьи, и все прочее, прочее, да, то есть, слава Богу, сейчас пришел Бог, а если он страдает без веры, вот какая главная проблема, вот это, как бы она была предвиденная история, потому что при таком отношении к Богу, ты все равно, когда что-то с собой случится, ты потеряешь все, да мы тоже потеряем все, но ты все равно это получишь, только еще в усугубленной форме, это не Господь наказывает, ты сам себя ведешь по этой ложной дороге, в обратную сторону от него, а другие истории, наоборот, когда человек верующий, скромно живет, истинно верит Бога, и на его пути, вот нет таких амплитудных, амплитуд жизненных, то есть у него все хорошо, вот этот Каспильник, ко спасению движется, поэтому если у вас вот такие истории есть, там тоже в фейсбуке есть, пишите, потому что из-за тех предвиденной истории можно стать интересную книгу о том, какая предполагаемая и возможна жизнь верующего человека, а что ждет человека, который отрицает Бога, церковь, и сегодня, балдея от своего якобы всемогущества, особенно это касается наших политиков, и он может оказаться, то есть он бегает, и самый лучший вариант, поэтому, я думаю, там много чего можно наговорить, такое интересное, поэтому подключайтесь, все мы, к чему я это говорю, потому что если есть мечты, мечты сбываются, то есть я папе обещал книгу прослужить, когда ты писать там чудеса, да и только, то есть, потому что все, что происходило от начала до конца, это такой промысел Божий, и такие чудеса, на самом деле, ну как можно, а это радость великая, что мечты сбываются, на самом деле, что пишешь, печатают, и вот возможность, спасибо Рома. Благодарю вас искренне за приглашение, вы молодцы, вы талантливые люди, вы такие песни пишете, стараетесь, ничего, вот вам, вы должны, наверное, на сценах каких выступать, видите, как вы скромно восстанавливаете Господа, нашего Иисуса Христа, и слава Богу, и всем. Субарч, вы ничего не сказали про семинары, и про потерянный мир. Я сказал, все сюжетные пики, все нормально. Семинарист, это наш православный пацан, это кличка, это не семинары, это кличка, там все с ним, что происходит, там все серьезно. А потерянный мир, это история такая, ну первая часть могу рассказать, когда дьякон едет с друзьями на рыбалку, заходит в наш рыбатский рынок, видит вот этих вот ряженых, подрясников, которые окропляют якобы червяков, опарыши и все остальное, вот он возмущается, оказывается, это просто обнагиды переодетые, ну жулики переодетые, вот эти одежды, он идет с ними разбираться, там у нас, рыба-рабачий рынок на Днепре, это известно. Я оттуда взял только первую часть, потому что я видел этих ряженых, которые там окропляли всю эту водичку, он идет разговаривать с ними, и там пытается как-то привести в чувства, они его избивают, бьют по голове, и он при смерти его бросают около кладбища, его находят бомжи, он оказывается без памяти, и вот главная тема, как душа верующего человека, душа, помнящая все, имеющая свойства памяти, в первую очередь, то есть физический человек потерял, психофизический память потерял, но душа его ведет, душа помнит все, и по некоторым признакам, вроде где-то узнают, что он кто кем был, но никто ничего не понимает, его все ищут, он везде теряется, и в общем там его пока найдут в конце книги, это я сам запутался уже в конце, но все-таки там что-то происходит, а может и не происходит, я до сих пор не знаю, нашли и не нашли его, не буду раскрывать, поэтому кому интересно, почитайте там, но сами герои, которые ведут за собой, вольно-невольно, мне очень важна тема бомжей, брошенных этих людей, что мы в общем-то не занимаемся ими совсем, презираем их и не помогаем им, а сами можем на этой помойке оказаться, особенно в наших странах, в любой момент, до тюрьмы отцу, мы можем там все, поэтому надо внимательно относиться к любому сказанному слову, тем более к любому, к сожалению, осуждению, потому что это искушение, оно может нас всех подстерегать на каждом шаблоне, вы же сами знаете, осудил кого-то, тоже может быть, осудил, то я не сразу выпить хочется, да, то есть, осудил, что-то еще что-нибудь происходит, но это закон духовной жизни, а этого никуда не денешься, поэтому, там малого обучения, я не очень хотелось бы, но в своей мысли, я высказываю по поводу, там, богослужения, и взаимоотношения внутри церкви, между православными людьми, то, что я иногда не могу сказать людям, прихожанам, вот как Наталья редактор, прихожанка, она редактирует мои книги, вот, и она поняла, что то, что я не могу открыто устать прихожанам, потому что реакция может быть разная, да, то есть, обиды, ну, попробуй правду скажи, что вот, скажешь, почему на все на что не ходят, и видят такие, сразу, понимаешь, то есть, говоришь, что правильно, а и то, какое получается, ну, не все же понимают, а вот через книги можно вот так вот ущипнуть, может быть, да, немножко уколоть, а пытание можно сказать? Вы вспомнили сейчас как раз в Муржах, да, и у нас был случай, может быть, даже будет, ну, у вас эта тема развивается, были у нас музыкально-эпотические встречи в парке Бошкина, подходит человек на костылях, ну, физки он бомж, я такой, и он меня спросил, как бы там что-то, как я нашел с котом, ну, я говорю, я говорю, я не хочу об этом сейчас говорить, ну, он говорит, хочешь я прочитаю стихотворение, я так, на это он добыл, такой вид, как сейчас на сцене, ну, то есть, ну, то есть, как раз прозревает, может, это в образе этого Бобжа, как говорится, сам Господь, так же, так же, да, есть песня, вот, я думаю, тут же, что, когда он возле кастра сидел, играл на гитаре, и подошел, как бы, странный такой, видимо, уже, и он дал ему вина, чуть-чуть, как бы, а потом играл на гитаре, и понял, что прицепление, его пил Христа, есть такая песня, просто он начал плакать, самое интересное, что потом он признался еще в том, что он тут стоит возле храма, собирает милостыню, и он еще 50, оказывается, по вере своей, я говорю, давай, прочитай, говорил, начал он читать, и вот, и сестра, не буду говорить, еще заплачивать сейчас, тоже начал плакать, интересно, сколько бывает, вот этот человек, да, который, ну, вот так, даже, даже, дождать прочитать это все храмы, сколько это важно, я хотел спросить, как вот эта ловля рыбы происходит, там сетями, или как-то, или? Ну, сетями, конечно, вечером выходим в море, там, километров в пять ставим сетки, это на ночь, утром раненько выходим, и вытаскиваем эту рыбу, вот, я-то думал, что все просто и легко, самый интересный момент тоже, и смешной, одновременно, там, для меня, вот такое интересное, мы, когда пират выловили все, ну, ладно-то выловили, вытащили сети на борт, ну, караб, больше, а еще же вытащить ее надо, то есть, особенно эти морские карасики всякие, а на рыбу, я же не знал, она такая колючая вся, я даже укололся, чуть-чуть как сознание потерял, спрашиваю нектариуса, говорю, а что это? А он говорит, а бочка укололись, я говорю, ну да, так высасывайте кровь, вы наши ядовиты можете умереть, я говорю, а ты не мог раньше предупредить? Я думаю, вы знаете, я говорю, хорошо, спасибо, я готов на фоне умереть, но это не самое худшее место, но не в этом возрасте, и не начале своего литературного пути, понимаете, то есть я так, вот, особенно очистить, у нас вкусная рыба, самая дорогая, из нее суп вкусно делать, я все равно его не попробовал, потом там поймали мурену, ладно, вытащили, мы все это собрали, там все, я такой доволен, килограмм 20-30 рыб, это не так много, идем, поднялись наверх, в этих сумках, в этих холодильниках, и Геронт осидал, говорю, Геронт, вот, поймали, ну хорошо, иди сам и чисти ее, и самое сложное для меня, это я потом весь день чистил эту рыбу, я думал, эту мурену из окна выкину, я не знаю, она кожа не снимается, она меня замучила, исколола, искусала, я вообще там, я уже, и только хотел в окно выкинуть, и Ефрем заходит келать, так я так кручу в руках, ну ладно, буду дальше чистить, и вдруг кожа сама снялась, понимаете, с этой муреной, говорят, вкусно, но тоже не дали попробовать, и спрятали на сетю для гостей, поэтому все руки исколоты, все искусные, но довольные, счастливые, потом я много еще с ними раз ловил, ну как много, несколько раз выезжал, та же самая история, там под дождем вообще, под пролюным, и все прочее, один раз с лети нам там порвали, но вкусил так в радость, впрочем, самая главная рыбалка на Афоне, так называется, моя мечта была, то, что я с ними там и бетон мешал, и всякие послушания исполнял, и все прочее, и в общем, с большой радостью, они дети там такие вообще, просто являешься мужикам, монахам по 60-70 лет, у них ничего нет, им ничего не надо, как дети там, они построили церковь, начали строить, я на крестителе, нашли церковь старого 12 века, в луках он немножко проехал, километров 10, где-то на кого откопали эту церковь, там эти черепки, там кресты валяются, я говорю, вы хоть не на искателя, прошли, здесь же, ну зачем нам это нам, строят рядом, да, то есть, ну у меня такие, всякие, глупые идеи, там найти, что-нибудь старенькое, вот, в итоге весь день там мешали, ну обед, вот обед, и они такие, все один, у одного там коленок нет, еще что-то, руки все, они там все сами делают, вообще ничего, улыбки все делают, работают, смеются там, вот, и такая, когда сели на обед, у меня такая картина передо мной, как с какой-то картиной, все такие разбойники с дороги, бородатые все, грязные, немытые, там кашкушка какая-то, камушки на друг друга бросаются, ржут, там смеются, человек зашутит, я смотрю на них, у меня там уже, я же, ну когда я закончил этот бетон уже, что-то там поломать им, чтобы оно не месило, ничего там, берешь пример, врач там есть или нет? да, отец Ефрем, лучший хирург Греции был, стал монархом, он был лучшим йори-хирургом Греции, и в общем, да, там, хорошая у них больница, отлично зубной кабинет построили, да, он такой современный, не знаю, там, я там просто убирал, помогал, и лекарства, не, это ничего, они пользуются лекарствами в хвостской монархии, во время там обеда, он знает, кого чего болит, приносит таблетки, разносит там, кого жду, кого то, опять, если это больница, или одна на весе, нет, у них есть, я не знаю, больше еще, где болит, если нет, именно в монастыре, да, там сейчас не проблема, у всех монахов в монастыре есть духовные чары, да, они, на самом деле, самые разные, если кто-то заболевает, он приезжает, исследует, то есть, что там, они полностью, как бы, такие, прям все, ну, как сказать, ну, они аскеты, но от лекарств не отказываются, а монахи выезжные, да, они могут? Все выезжают, не все, не все выезжают, до большинства нет, 90% телефонов нет, естественно, интернет, ничего у них нет вообще, там кельи пустые, дехиария, допустим, кельи, там стол, стул, евангелие, абсолютно, отшельники, абсолютно, и они готовы, когда отезжают паломники, и много, они уходят на улицу, ничего, и все, нет, ничего, это абсолютно, и им ничего не надо, главное, они уже в мир не выходят, знаете, когда приезжаешь после Афона, я два дня вообще прихожу к себе, потому что, мне вообще ничего не надо, я не хочу ни за руль машины, я не хочу по дорогам ездить, я не понимаю, зачем эти дома построены, вообще ничего не понимаю, что происходит, потому что там все есть, там для души все есть, душа это главная, составляющая нашего существа, и там все есть, немножко покушал, немножко поспал, а все остальное, труды и молитвы, вместе с ними, и перемещение там по Афону, вот сейчас, последнее, вообще осеннее, осенне-зимнее служба перешли, они службы с часа до 5 утра, сейчас служба начинается, опять заканчивается, и только на Афоне в 5 утра можно вкусно позавтракать, в 5 утра, да еще и вина выпить, но когда я в 5 утра вина могу выпить? Только там, только на Афоне, потому что там наливаете свою vida службу, в 5 утра вкуснейший завтрак, еще вино наливают в 5 утра, но оно там такое, ну такую радость, потом можно идти поспать, потихонечку там отдохнуть, потом опять собраться, куда-то поехать или с ними потрудиться. Да, ну это, конечно, благодатное место. И на гору поднимался, мы там даже рекорд устояли за меньше, чем 5 часов поднялись с моими друзьями, тоже спортсменами. На горе это отдельное место. Я не думал, что я буду рассказывать про это, потому что есть книги там и санаторий, когда-то много чего есть, но я думаю, что я расскажу про это когда-нибудь пеший поход. Вот я шел, когда долго там, неделю почти ходил по Афону, я ничего не боялся. А потом приезжаю в Киев и, наверное, я читаю предупреждения там, а там уходить категорически запрещено, там скорпионы, змеи и все прочее. И только тогда я испугался. А потом действительно думаю, идешь ты по горам, да, то есть, где-то поскользнулся, выехнул ногу, тебя укусило, никого нет, куда ты орать будешь кричать. Это вообще, честно говоря, такая авантюра. Вот, когда я потом так перекрестился, подавил Бога, понял, что мог действительно там, ну, пил от этих змей никого там. Мулы, бродячие монахи, много всяких монахов, бродячих, кевел запрошенные, да? А, Сиромахи, да. Сиромахи. Ну, это Сиромахи, да, много всяких, наедаших и там, и, да. Вот, и есть прям вот, конечно, удивительные места, допустим, когда мы отсюда виду, мы зашли, он прям в скале живет. Там скала, домик, так как перекрыта просто крыша, там вода у него есть, идешь вдоль стены, там три крюка торчат, и все, надо по крюкам пройти туда, потом, и вот внизу море, а блин флеский, ты идешь, в таком расстоянии, держаться справа не за что, и он там живет, у него в пещере просто две палки торчат, у них доска положена, и он не успит. Ну, вот, церковь своя, он, правда, не зелот, вот, но серб сам, но, когда видишь этого человека, видишь его глаза, это просто такое сияние, такая радость, он такой худой, я, кстати, впервые в жизни, у него там швейцарский шоколад ел, он сам ест, ну, ему там приносят, у него все есть, он закачает, такие плитки, это вкуснее, шоколад на сцене, я же ценил, а там на фоне даже, он не может попробовать, сам он угощает, не кушает, ничего не надо, он там гостился, раздал чай на там, из травы какой-то, наварил себе, и все, то есть, его улыбка, а главное, его знание, у него нет ни телевизора, ничего, он такие вещи рассказывает, ну, он, видимо, рассказывает, а он про мир все знает, да, про, там, какие лекции читает, так что, они удивительные, там люди потрясающие, и я даже не знаю, с какой стороны их прокритировали, единственное, что цивилизация забрела там очень сильно, это чувствуется, и мне это не нравится, лично мне это не нравится, потому что тот дух, не знаю, уходит, не уходит, не может уйти, но много техники, много машин, много спонсоров, много строится, много делается уже, то есть, всего таких келеек, таких вот, таких, таких тех, найти довольно тяжело, потому что все более современ, даже на Афоне идешь, идешь, вдруг будка телефонная стоит, потом бам, там вертолетная площадка где-то ряда, ну, как-то оно, ну, вроде и надо, вроде и что-то не так, то есть, как-то, ну, они раунд губернатор Афона есть, ну, светская вазка, ну, да, да, вообще, в Грегов все сложено, там, они не дают киви пустующие, больших денег стоят, Грегов мало, наших не пускают, в общем, есть какие-то моменты, но это не суп, главное, что это место, я считаю, что я поездил очень много по миру, когда там история была, тоже на сайте у нас есть, сериал «Поломник», может, кто смотрел, мы снимали в 11 странах мира, на сайте фестивали «Покров», «Покровкиноком». Там есть, 7 лет назад, в последний раз мы снимали в Сирии, вот, мы в 11 странах были, и Сирию снимали, когда еще, когда еще все нормально там было, сняли святыни, которых уже сейчас нет, к сожалению, они уничтожили, там много стран, Египет, Италия, там, где мы только не были, ездили, снимали, это совершенно хороший сериал, рекомендую посмотреть, «Поломник» называется, да, не знаю, когда продолжение будет, но оно там выложено у нас, и почему я говорю, что я был в таких местах, с такими людьми разными общался, и с святыми разными было, понятно, что с Афоном сравниться тяжело, потому что это совсем другая жизнь, это рай на земле на самом деле, я считаю, что это, как, все, они все для меня святые люди, вот, и когда я служил почти везде, и даже возглавил службу, в Докеане, да, то есть для меня это вообще было потрясающе, когда я служу, там, кто я, и где, там, все эти службы проходят за одну секунду, и не хочется алтаря закрыться, хочется с той стороны, то есть выходить не хочется, хочется с той стороны закрыться, чтобы меня там тут не нашли, вот, там остаться, правда, на третий день сразу желание выкопать себе пещеру там, и никуда не ездить больше, но вспоминаешь лицо матушки, и собираешься домой. Ладненько, наговорил я уже и так много. Спасибо, спасибо, Афон, откровение Афона. Откровение Афона. А когда вы планируете на письце Пасхи? О, ну это как бы у нас, могу и за неделю написать представление, вообще, конечно, там уже написать, но я пишу, потихонечку пишу. А от первый раз вы любили на Афонянском уроке, и резнете у тебя за десятую поездку, вот дальше и остальные поездки, есть что-то такие, вот, задавки своей речи? А я каждый раз, нет, каждый раз, как будто первый раз, честно. Да, вот первый раз я все приехал, и впечатление такие же, нетрудно ставить даже. Ну, в первый раз вы приехали к кому-то? С отцом уона, тогда Владыка еще не было, я не помню. Лет 7 назад, 8 лет, да, чуть я бы нахожу. Вот эти 7 лет, вот первая поездка, последняя разница, вы почувствуете, только технический прогресс, порвавшийся, или там что-то еще, за эти 7 лет, вы почувствовали разницу, как изменился Афон? Это же не знаю, как это видите. Вот, наверное, и меня. У меня нет ответа. А там нет духовок, а как там нужно меняться? Там, поколисться Божьей Матери, Божьей Матери. Там ничего не отсюда. Люди могут меняться, приезжают и уезжают разные, абсолютно. Приезжают и уезжают разные. Случай про Афон, вспомни, и закончу, как преобразует человека Афон. Это мне таксист рассказывал, который там нас возил, когда-то, совсем недавно, он говорит, я встречаю из Москвы семью. Ну, приехали на конгрессу. Ну, такой выходит конкретный бундуган, весь на колках, там, жена с детьми, там, он, типа, меня жена что-то призвала, сам не знает, что делать, мне здесь вообще все, надоело в жизни, ну, так не иметь. Он говорит, я не знаю, что с ним делать. Говорит, ну, поехали на Афон. Вот съездишь на Афон там, а что такое Афон? Ну, ну, на Коран поедешь, ты же православный, ну, ну, в общем, повез его на Афон, бросил его там, говорит, через 4 дня я это заберу, делай что хочешь, короче, все, он меня, говорит, по дороге достал уже так, вот, и через 4 дня возвращаюсь, стою, жду, никого нет, ну, там по плечу заднего стучит, такой в кепочке стоит, длинные рукава, мужичок похож на того, чуть заросший за 4 дня, говорит, вы меня ждете, да, здравствуйте, это я, он такой, ну, уже непонятно, говорит, вы тот, да, тот, ну, поехали домой же, ну, едет по дороге, молится, что-то читает, и спрашивает, где ему наколки стереть там, я даже боюсь спрашивать, где ты был, вообще ничего не понятно, что происходит, я в гостиницу, мы звоним, открываем, значит, дверь открывается, он, любимая, привет, жену, обнимай, детишки, жена смотрит на меня, говорит, ты кого привез? Первое, что он должен был сказать, ты знаешь, наверное, догадываешься, то есть, она серьезно, он детишки, то, пятое, десятое, он говорит, человек просто преобразился, ну, другой, я никогда, он говорит, я в шизе так сидел, такого преображения человеческого, да, души, вообще, и она изнутри преобразила все существо человека, да, то есть, когда он закрывал дверь, она действительно со слезами, говорит, конечно, спасибо вам, но, по-моему, вы все равно не мужик привезли, поэтому, вы далеко не уезжайте, мы сейчас разберемся, если что, заберете его, а мне привезите моего, вот, он говорит, да не, это ваш точно, я паспорт проверял, так что забирайте его, делайте с ним, что хотите, вот, такие вещи происходят на Афоне, и так, конечно, Богородица, я, говорит, не знаю, как он был, там, где он могился, какие-то, ну, не знаю, ну, вот, это была реальная история, так что, у меня тоже, так много историй про обожжение, когда люди просто менялись, единственное, что Афон быстро заканчивается, когда сюда окунаешься, да, то есть, я первые три дня, четыре, говорю всем, можете меня ругать, топтать, обзываться, делайте с ним, что хотите, пока живет он не Афон, потом, конечно, я начну отвечать, когда, но удержать его очень тяжело в себе, когда начинается, даже мне священнику, когда вроде я среди хороших людей, верующих, да, там, у меня кабинет церкви, когда вроде я не бизнесом, занимаюсь ничем, где все тяжело и сложно, но все равно даже это здесь удержать тяжело, поэтому, это такое состояние души, которое хочется хранить, беречь, и никому не отдавать, ну, делиться тоже хочется, поэтому, простите меня за болтовненку, есть это самое в интернете, о том, что заснято хор ангелов, в одном, где-то на Афоне, и даже, как бы, просматриваются леки, и известно там, что... Не, я не знаю, про это, честно скажу, да там ангелы поют, там вечером ночные службы такие, что вообще, все эти как раз, в час ночи службы начинаются везде, как должна начинаться везде, да, то есть утренняя молитва, это утренняя молитва, она произносится утром, а не как у нас вечером, понимаете, то есть это правильно все, и... Грехи вообще, ну, утренне, только с утра служат? Ну, я думаю, что и у нас можно так служить, и нужно так служить, и это будет правильно, и... Да, спасибо вам большое за внимание, за... Спасибо вам большое, что вы нас просто поддержали, мы в этих присутствиях, в нашей культуре, вы молодцы, мы делаем, и у нас всегда есть интересные встречи, когда вот такие люди, как вы особенно, да, когда мы поднимаемся на вершину, спасибо большое. Спасибо.